Сегодня все отчетливее вырисовывается новая роль Великобритании не только в Европе, но и в мире. Условно ее можно назвать модератором антикремлевского и антипутинского движения. При этом следует отметить способность британских спецслужб играть очень длинные и сложные партии. Они, эти службы, имеют несколько веков непрерывной работы с накоплением бесценного опыта, который просто невозможно получить в проведении отрывочных мероприятий, длительность которых измеряется парой лет или даже десятилетий. Преемственность поколений сильная штука, хотя бы потому, что там собраны и классифицированы ошибки, допущенные в процессе длительной работы. Только избежание уже допущенных ошибок существенно повышает эффективность работы. В этой связи возникает вопрос, открыто лежащий на поверхности, но так никем и не заданный. Почему большинство российских и вообще постсовковых миллиардеров осели именно в Британии, скупив себе недвижимость под родовые гнезда? Наверное, ответ будет таким. Там были наиболее благоприятные условия для мегаворов из совка и постсовка. Да, в этом есть своя логика, но дело в том, что эти самые условия можно создать и поддерживать нужное время, а можно и не создавать. Почти три десятка лет эта публика слеталась в Британию и пыталась прикинуться местной аристократией, рассыпая щедрую благотворительность, скупая футбольные команды, дорогие яхты и предметы искусства. Их уже принимали на различных элитных мероприятиях и даже печатали их фотки в журналах и газетах. Но все это время спецслужбы аккуратно и настойчиво работали по ним, извлекая нужную информацию и документируя их многочисленные связи в РФ. Часто можно встретить некое определение этой публики, звучащее как «богатый табун троянских коней». Этот номер легко может пройти в Германии или Франции, но не в Англии. Там большой вопрос, кто для кого конь. Чем сильнее миллиардеры расслаблялись и чувствовали себя в безопасности, тем увереннее, хотя и мягким движением, британские спецслужбы сжимали их тестикулы. Теперь, когда условия игры резко изменились, некоторые из персонажей дернулись в сторону, но обнаружили, что это можно сделать исключительно лишившись самого дорогого, что плотно зажато в руках Mi 6. Чем резче будешь дергаться, тем более гарантированно останешься без писанок. В этой связи забавно выглядит поход Ромы Абрамовича в США. Собрав центурию адвокатов, он поехал в США допрашиваться и демонстрировать свою максимальную лояльность Западу. Похоже на то, что Рома обнаружил именно ту ситуацию, которую мы описали выше. И поскольку живет он в Англии 20 лет, имеет возможность задать кому-то знающему прямой вопрос и, что важнее, получить прямой ответ. Похоже на то, что именно этот ответ и погнал его за океан петь оперу. То есть, прежде чем российские миллиардеры косяками потянулись на Альбион, там предусмотрительно создали колпак, которым, по словам папаши Мюллера, и накрыли весь этот серпентарий. В Москве напрасно стучат себе пяткой в грудь и требуют доказательств по делу Скрипаля. Фокус в том, что доказательств там настолько много, что если вывернуть их все, то к вечеру надо будет бомбить уже не Асада, а Путина. Ведь в Лондон смылись лица из верхнего эшелона российского бизнеса и власти. Каждый отдельный экземпляр сам несет некоторое количество закрытой информации, а ведь он общается с людьми в РФ, которые решают вопросы, а все это скурпулезно записывается и складывается в базы данных. Но ведь этих персонажей тысячи, десятки тысяч, и от каждого непременно ниточка идет в РФ, где засвечивает еще большее количество народу. Все это, собранное и отсортированное, дает такую картину, что даже Путин ее никогда не видел. Поэтому Британия переходит от позиции ожидания в фазу активных действий. Причем эти действия тоже исполняются элегантно и со вкусом. Каждый может задать себе вопрос о том, что же такого активного делает Британия. Скорее всего, ответом будет уличение РФ в химической атаке и соответствующая реакция на это. Однако все это является первым слоем действий, выполняющих функции прикрытия основных мероприятий, а в случае чего оправдание любых дальнейших действий, которые могут нечаянно вынырнуть из тени, где и происходит все основное действие. С каждым днем, следующим за инцидентом Скрипаля, все более смешной кажется реакция Москвы, заявившая о том, что Британия выдвинула ультиматум, но потом сдулась и пошла на попятную. Теперь таких заявлений уже нет, ибо пришло понимание того, что Москва играет с противником из другой весовой категории. Запад работает в алгоритме международного права, а потому все действия происходят медленнее, чем в Кремле. Там царь проснулся в плохом настроении или послушал бурятского шамана и пожал утибрится. Имитатор парламента и правительства поддержит любую дурь Путина, не задумываясь о последствиях. Им так проще, ибо думать некому и нечем. Коля Валуев и Ира Роднина давно компенсировали функции головного мозга частью спинного мозга, расположенного в районе копчика. Поэтому там все происходит быстро и без малейшей искры мысли. Другое дело премьер-министр Великобритании. Она встречается с первыми лицами европейских государств и с глазу на глаз поясняет масштабы угрозы, которую несут непредсказуемые действия Москвы. Кроме того, она сообщает о тех неопровержимых доказательствах, которые прибивают Путина к химической атаке, как суслика к ипотеке. Вчера, например, Тереза Мэй была с визитом в Дании, где в Копенгагене на пресс-конференции она сказала примерно следующее. В случае получения подтверждения применения химоружия в Сирии, режим Асада и его сторонники, включая РФ, должны быть привлечены к ответственности. Она выразила уверенность, что очередная атака с применением варварского оружия, в результате которой пострадало мирное население, в том числе и дети, не должно остаться без адекватного ответа. Мэй, как никто другой, имела права подчеркнуть мысль о том, что последняя химическая атака в Сирийской Думе является одним из эпизодов общей картины запредельного насилия, которая генерируется и поддерживается Кремлем. А далее она заявила о том, что уже говорят в разных местах все громче и громче. Она отметила деструктивную и безответственную линию поведения Москвы в ООН, где блокируются все международные усилия по предотвращению применения химоружия или расследования его применения. В том числе такая позиция РФ проявилась и по делу отравления семьи Скрипаль в британском Солсбери. Премьер-министр Великобритании еще раз подчеркнула мысль о том, что нет никаких сомнений в том, что именно Москва стоит за этим отвратительным преступлением, поскольку ни одна другая страна не обладает такой комбинацией намерений и возможностей для совершения такого преступления. После этого было отмечено, что во время переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Расмусеном достигнута единая оценка указанных выше событий и принято решение действовать сообща для устранения растущей проблемы РФ в плане международной безопасности. Кроме агрессии с применением химоружия, стороны отметили возросшие агрессивные операции Кремля в области информационного пространства, что вызывает растущую тревогу обеих сторон. В ответ на это Ларс Расмусен добавил, что Москва действует в ущерб сложившемуся миропорядку и системе международной безопасности, что является абсолютно недопустимым. Кроме того, премьер-министр Великобритании уже согласовала совместные позиции по этим вопросам с президентом Франции Макроном и президентом США Трампом, и процесс идет дальше. Таким образом, Британия взяла на себя роль катализатора процесса отрезвления Европы от дурмана, напущенного Путиным и ангажированной им прослойкой политических деятелей и прессы. Постепенно Европа выходит из спячки и даже Германии приходится подстраиваться под общий тренд. Известно, что накануне визита в Берлин президента Украины Порошенко бундесканцлер Меркель имела жесткий телефонный разговор с Путиным, где пояснила Путину стремительное изменение отношения Запада к РФ. Наверное, это был разговор немого с глухим, поскольку сразу после этого, во время переговоров с Порошенко, произошло фактическое усечение формата нормандской четверки до нормандской тройки, откуда выперли Путина. Похоже на то, что слушать бред выжившего из ума пердуна, бредящего зонами влияния, геополитикой и прочими навязчивыми идеями уже никому не интересно. Между прочим, это может привести к продолжению известной тенденции, когда Путина выкинули из G8, вернув формат G7. Теперь нормандская четверка превратилась в тройку, и все идет к тому, что совбез ООН тоже может претерпеть кардинальные изменения, и его члены избавятся от пытки наблюдать потуги кремлевского упыря, олицетворяющего РФ. Все к этому идет, и Великобритания играет в этом процессе одну из ведущих ролей. Она это умеет делать основательно и результативно, и нет никаких причин полагать, что в этот раз ей это не удастся. Редактор субтитров А.Семкин